Здравствуйте, с вами снова Александр. Я вам сегодня расскажу о полюбившейся в России покупателем коляски от компании Spira. Модель называется Sonic. Сегодня вот вы видите Sonic 1 и Sonic 2. Сегодня я вам расскажу об обновленной модели с приставочкой Air. Сюда добавили надувные колеса и немножечко ее изменили. Поэтому обзор отдельно на Sonic на канале есть. Сегодня я вам расскажу об модельке Air и мы немножечко с вами их сравним, но чуть-чуть позже. Технические характеристики в двух словах. Она потяжелела. Раньше она весила там около 9 кг, сейчас уже в районе 11 кг. Но надувные колеса это всегда плюс парочка килограмм. Но в то же время это большой плюс комфорту ребенка. Коляска становится очень-очень намного мягче. Вот. И, соответственно, давайте пробежимся по ней. Что касается ручки. Ручка как была, так и осталась. Она не изменилась. Ручка большая с возможностью регулировки по высоте. Кстати, о технических характеристиках не упомянул, что она с 3 месяцев, насколько я помню, и до 15 кг веса ребенка. Вот. Что касается ручки. Да, вернемся к ней. Она регулируется по высоте. Из фишечек, как была возможность ручного тормоза, так и осталось. Это действительно круто, удобно. Вообще ничего не пачкайте. Ну, это прям вообще огонь, как говорится. Итак, с ручкой разобрались. На спинке задней, которая, кстати, ремешками регулируется, здесь ничего не поменяли. Есть большой такой отсек, который заменит вам маленькую сумочку. Тоже классненько. Кстати, вот эта часть, она вся убирается. И здесь сзади сеточка. Летом будет очень полезно. Что касается козырька. Козырек огромный. Действительно, вот он чуть ли не всю коляску закрывает. Смотровое окошечко с москитной сеточкой. Не нужен такой большой козырек. Закрыли. Ткани, кстати, тоже не поменялись. Ткани приятные достаточно и были. С качеством ткани, в принципе, вопросов нет. Они не кажутся какими-то очень дорогими, но они и не кажутся дешевыми. Нормальная, простая, качественная ткань. Вот, кстати, еще дополнительный козырек. Он отстегивается, если что. И козырек имеет систему защиты от ультрафиолета. Это UF50+. По-моему, она так везде называется. Вот. Так, что у нас дальше? Давайте пробежимся быстренько по сиденью. Сиденье. Фишка этой коляски в широком, действительно широком сиденье. Сиденье, оно большое, широкое. Из минусов бы, чтобы я подчеркнул, это то, что спинку, вот, можно было бы, наверное, сделать чуть-чуть повыше. Ну, мне кажется. Хотя, в принципе, для большинства детей этого достаточно. Но если ребеночек высокий, мы просто мерили здесь детей, и получается, ну, впритык. Ну, это действительно чуть выше среднего ребенка. С этим вы не столкнетесь, если все у вас стандартно. Сиденье широкое. Пятиточный ремень с мягкими накладками. Все понятно. Бампер тоже, он отстегивается. Сейчас, секундочку. Вот так вот он. И как калиточка в сторону убирается для посадки ребенка. Из минусов. Мне поправили тот момент, когда подножечко крепится с помощью вот такой липучки. Вот если бы здесь какой-то механизм, вот, держащий ее, вот сделали, было бы здорово. Но здесь есть и другая сторона медали. Здесь есть вот такая петля, такая перегородочка своего рода, чтобы ребенок не, соответственно, не проскользнул сюда. Это, в принципе, тоже здорово. Так что здесь, вот видите, и плюс, и минус. Ну, вот как-то так. Здесь вот что есть, то есть. Соответственно, не нужно. Убираем. Для этого здесь есть специальный отсек на липучечке. Закрываем его. Все. Едем дальше. Подножечко, все как полагается. Теперь давайте о нововведении. Колеса. Колеса стали надувными. Они камерные. Камерные колеса ходят. Такие легенды можно проколоть. Да, можно проколоть. Но если только специально, на мой взгляд. Даже если вы по осколкам пройдете сбитого стекла, не знаю, как вы ее проколите. Здесь толстая резина. Она должна быть уже старая, ушатанная. Ну, в общем, ерунда это все. Тем более, я на машине еду, я не увижу саморез. А на коляске я увижу, что там что-то есть. И объеду это обязательно. Поэтому это я проблемой не считаю. Но камеры всегда самые мягкие колеса. Это здорово. Амортизация есть. Плюс надувные колеса. Что касается багажника. Он как был большой, таким и остался. В принципе, коляска особо не поменялась. Но есть один приятный момент. Что очень отталкивало многих людей от покупки. Это ширина колесной базы. Я специально взял рулеточку. Давайте померяем. 59 сантиметров и 62 практически сантиметра. Эта колясочка стала уже. Тем самым ей легче проходить в узкие лифты. В этом плане я считаю хорошая доработка. И еще одно такое большое отличие. Это комплектная накидка на ножки. Вот это накидка обычная. Которая идет в обычном санике. Просто накидка и все. Вот вы видите, да? Просто накидка. Так, теперь давайте посмотрим на накидку новую. Которая идет сейчас в комплекте с Эйром. Она действительно стала крутой. Она большая, со спинкой. Крепится полностью на все сиденье. Перекрывает его. Здесь на кнопочках по бокам, на липучках и через ремни. В общем, я считаю, это очень крутая доработка. Здесь все под ремни расстегивается. Вот видите, здесь выемочки, отверстия для ремня есть. В общем, накидка стала намного круче. Я считаю, и это здорово. Видите, она такая длинная. И она теперь не просто сверху колпачком накрывает. А именно как спальный мешок. Ребенку меньше поддувает. Так, и в обзоре прошлого, в прошлом обзоре на Саник я показывал, как складывается. Но давайте я вам все равно сейчас напомню, как это делается. Вот здесь вот нажимаем кнопочку. Дергаем. Все. Вот получается у нас коляска. Вполне себе компактная. Ничего такого. Единственное, конечно, вес в 11 килограмм. Это уже ощущается, что она стала тяжелее. Но комфорт ребенка превыше всего, мне кажется. Так, в принципе, по коляскам все. Добавить мне больше нечего. Вот дизайн колес, кстати, еще вот изменился. На полиуретановых колесах, мне кажется, он симпатичнее. Но, в принципе, опять же, комфорт ребенка важнее. Вот. Так что выбирайте, как говорится. Air, естественно, дороже. Ссылки я добавлю в описании. Sonic обычно дешевле. Поэтому, если у вас какая-то чисто городская эксплуатация, где прекрасные дороги, асфальт, можно смело брать Sonic. Даже, в принципе, не по самой лучшей дороге. Но если парковые зоны, щебенка, еще что-то, то лучше уже берите Air. Теперь у вас есть хотя бы выбор в таком ценовом сегменте. Поэтому, в принципе, все. Добавить мне больше нечего. Если было полезно видео, ставьте, пожалуйста, лайки. Подписывайтесь обязательно на канал. Это очень важно. Это помогает мне делать для вас новые обзоры. Вот. Большое спасибо первой коляске за то, что на обзор дали Sonic Air. А вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора. И всего доброго. До свидания.